как создать сад своей мечты многих людей это представление разница в понимании у одних это большие росли деревья где можно повесить гамак где можно свободно ходить по деревьями у других это чтобы был сад как у всех ну а у третьих это сад который должен максимально быть продуктивным и приносить хороший урожай я сейчас буду говорить именно о таком саде потому что сам формирую выращивать такой сад некоторых источников называется шаговые сады где мы максимально работаем на урожай нам не нужны и дрова нам не нужна древесина не нужны лысые ветки нужны максимум плодоношения в таком саде и как раз и пойдет сейчас речь и я хочу как бы создать некую схему как такой сад заложить у себя на участке чтобы максимально продуктивным ну наверно начнем с того что сад закладывается обязательно на солнечном месте никакие теневые стороны для этого не подходят если у человека есть будущем как бы проект такого сада то он должен позаботиться о том чтобы сад был не затянем не забором не домом открытое южное место дальше что мы мы размечаем и делаем так чтобы у нас располагались деревья в соотношении от малого до большого если в саду планируется посадка таких как культур как овощи ягодные культуры там виноград ежевика и так далее и плодовый сад то это нужно учесть и на первый план поставить овощные культуры там помидоры огурцы там перец и так далее у каждого свои какие-то приоритеты какие-то любимые культуры я также выращивали себя допустим помидор огурцы перец также выращивали себя ягодные культуры ежевика голубика жимолость малина и так далее это идет на втором плане и на третьем плане у нас должен создаваться сад сад создается таким образом чтобы было разнообразие плодовых пород и естественно что они должны располагаться от меньшей меньшего роста к большему росту также в идеале подойдет размещение это какие-то шпалерных форм малогабаритных форм или же если мы будем сажать на осин раз на подводе то подбор правильного расстояния для того чтобы эти деревья могли иметь компактную крону при формировке и так выбираем солнечную сторону это юг в начале участка мы располагаем наш огород дальше идет за огородом ягодные ягодные культуры и уже на третьем плане мы размещаем уже плодовый сад и так чего мы начнем когда мы у нас уже есть разметка и мы уже определить какие культуры мы хотим выращивать я сейчас беру в частности сад то мы должны распределять эти деревья таким образом что у нас должно быть культура к культуре допустим если мы собираемся посадить черешню то это должна быть несколько сортов то это должна быть допустим ряд черешни один там сорт 2 сорт 3 4 5 кому как каждого свои запросы у каждого свои потребности в данной культуре да дальше если мы хотим еще как добавить к этому черешни добавить допустим персик мы должны отступить в место и посадить ряд несколько деревьев персика дальше мы отступаем сажи высаживаем дяблони дальше вступаем грушу абрикос слива то есть эти культуры должны находиться отдельно друг от друга для чего для того чтобы потом можно было ухаживать потому что у каждой культуры есть свои физические физиологическое свое развитие и каждая культура требует своего времени как для обрезки также для обработки там полива и так далее чтобы не было хаоса и неразберихи сажаем допустим абрикос светит самый первый ему нужно делать по цвету обработку мы работаем по абрикосу отдельно допустим персик работаем отдельно яблоня груша у них свои сроки так далее чтобы не мешать и не брызгать когда созревает одна культура чтобы мы не использовали химикаты по плодам допустим созревающим уже и так когда мы разобрались что у нас есть уже разметка по породам плодовых да теперь нужно нам определиться с посадочным материалом скажу так что посадочный материал это одна из составляющих закладки сада потому что при выборе посадочного материала невозможно потом дали что-то исправить если мы хотим малогабаритный сад на низкорослом подвой мы должны сажать на карлики полукарлики на слаборослом подвой это залог и минимизация ухода максимальный урожай и так далее и так когда мы определились что если у нас будет карликовый сад то для некоторых культур культур потребуется конечно какой-то каркас какая-то шпалера это тоже очень важно потому что некоторые деревья просто не могут сами по себе расти им нужна какая-то опора если это будет допустим среднерослый или семенной подвой тут уже из учета этого нужно подбирать расстояние между деревьями это очень важно если это будет допустим семенной подвой то и формировка в виде какой-то чаши то естественно что для этого потребуется много места и деревья нужно размещать таком саду минимум через пять а то и шесть метров это надо сразу учитывать потому что даже если чаша имеет какую-то такую раскидистую крону нам все равно нужен обдув нам нужен просвет а свет это фундамент хороших урожая поэтому нужно это все учитывает далее переходим посадочный материал к сожалению у нас нет на данном этапе таких профессиональных питомников да где бы мы могли подбирать подвой под свой как бы сада очень сложно на сегодняшний день найти питомник где бы честно люди могли во первых правильно привить давайте начнем с того что правильная прививка это та прививка и посадка это то тогда когда прививка делается не в корневую шейку это очень по старинке так вот берут и прививают корневую шейку там или чуть рядом с корневой шейка то ошибка так нельзя прививать никогда не покупайте такие саженцы саженец начинается правильный подход с саженцы начинается когда прививка выполняется на 10 от 10 сантиметров от корневой шейки от 10 сантиметров не надо близко прививать деревья 10-15 сантиметров до 20 сантиметров это оптимальные размеры для того же где должна выполняться прививка учитывайте это очень важно при выборе саженцев далее это сортовые особенности да вот мы выбрали допустим у нас будет среднерослый или карликовый подвой прививка выполнено правильно мы видим что в этом питомнике прививка выполнено правильно лучше спросить сертификат чистосортности неба нет никаких там вирусов болезни и так далее это тоже очень важно посадить с фитофтурой плодовое дерево которое через 3 4 около засохнет это тоже нет не вариант поэтому лучшего сертификата чистосортности этих сортов от болезней это тоже очень важно итак мы выбрали саженцы где есть правильная прививка где есть допустим интересующий нас подвой теперь характеристики сорта характеристики сорта это очень тоже важная составляющая потому что нам нужно знать как мы будем управлять дальше этим деревьев вся задача выращивания в саду это возможность регулировать рост мы должны контролировать регулировать рост чтобы дерево нам давала урожай если мы знаем особенности сорта нам это проще делать когда мы покупаем грушу мы не знаем что с ней делать это будет просто бесполезно трата времени поэтому лучше всего конечно подчеркнуть знания из каких-то источников о частностях этого сорта что для того чтобы могли правильно его продуктивно выращивать далее когда мы определились с подвоем с правильно прививкой с особенностями сорта количеством саженцев мы должны учесть еще такой момент как опылители для каждого породы для каждой породы для черешни для сливы и так далее для груш яблони лучше подбирать те сорта где будет взаимное опыление это тоже очень важно это тоже продуктивность в этом также преследуется и так следующий этап это сорта пылитель вкратце вот то что я сказал это основа будущего хорошего продуктивного сада далее когда мы уже определились с выбором нам нужно определиться с формировкой нашего сада как опять же формировка тоже зависит от того какой будет подвой и привой потому что есть подвой слаборослый но есть то что привита сорт он может быть очень мощным и это тоже нужно учитывать или очень слабым это тоже нужно учитывать это все нужно учесть при закладке сада от этого зависит какая будет формировка если это будет формировка шпалерная какая-то допустим или вы принципе уверите нотка тоже какой-то надо какая-то пора какой-то бамбук или какой-то каркас так далее то есть это одно Но если это будет, допустим, чаша, формируя чаша на среднерослом или сильнорослом подводит, то здесь, конечно, опоры никакой не нужны. Но здесь нужно быть дополнительное мероприятие, как летняя обрезка в обязательном порядке. Итак, мы выбрали формировку. Мы начинаем высаживать, правильно высаживать саженцы и правильно их формировать. Дело в том, что формировка в основном заключается в двух типах. В основном, в трех, я скажу, в трех. Какие это типы формировки? Это все чаши, перевернутый треугольник, вот так. Это все формировки, связанные как веретено, разрежено-ярусные. Это такой треугольник. И это формировки плоскостные, вот такого плана, как формировка УФО и одноплечье, двуплечье, кордон и все подобные им. Где располагаются ветки, то ли это будет центральный проводник и до 6-7 горизонтальных ветвей на шпалере и так далее. То есть, еще раз повторюсь, такая формировка, такая формировка и плоская. Это три основных типа формировки. Итак, что далее? Мы выбираем формировку. Опять, это все зависит, я еще раз повторюсь, от того, какой подвой, какая будет у нас формировка. Это все зависит от нижесказанного. Теперь мы начинаем формировать деревья. Я, допустим, как человек с ведущей в садоводстве, имея профессиональный, как бы, уже в свой взгляд, скажу так, что на сегодняшний день, если мы выбрали слаборослый подвой, карликовый подвой, то лучшим способом формировки это будет веретенообразная какая-то форма. Допустим, это встроенное веретено, обычное веретено, там высокое. Ну, в общем, они все идентичны, где есть один лидер и ветки, располагающиеся близ лидер. Со сменой трехлетним циклом, да, обрезкой. Если это уже люди, которые хотят еще более продуктивного садоводства, это формировка УФО. Что такое формировка УФО? Это наклонный кордон, штамп, лидер, который начинает выращиваться под углом 45 градусов, и на нем располагается много лидеров, много проводников, много лидер на такая формировка, которая на сегодняшний день является самым-самым продуктивным форматом выращивания таких культур, как черешня, слива, в Новой Зеландии груша, яблоня, абрикосы. На сегодняшний день это передовая формировка по всем параметрам. Это скороплодность, это высококачественный урожай. Дело в том, что все формировки, которые используются, лидерные, да, они продуктивны в том случае, когда плоды располагаются как можно ближе к основанию этого лидера. Посмотрите, формировка УФО, там нет боковых веток, там только в зависимости от того, сколько там этих лидеров, есть даже двухкордонный УФО с двумя кордонами, с двумя проводниками под наклоном в разные стороны, вот так под 45 градусов, и на них располагается много лидеров. Если заметить, что там нет боковых ответвлений, там все выращивается именно у основания этого лидера. Я также перехожу уже плавно в течение многих лет к такой формировке, у меня сад формируется таким образом. Почему? Потому что это самый максимальный продуктивный формат в садоводстве. Почему? Потому что ветка открытая солнцу, плоды открытые солнцу, они получают максимум свет, это залог сахара, крупноплодности, окраса, аромата и так далее. И все эксперименты, все институты работали для того, чтобы вывести такие формы, на которых это бы соответствовало этим стандартам и запросам. Ну, плюс еще уход за садом, сбор урожая и обработки. Поэтому на данном этапе самым востребованным, самым продуктивным на сегодняшний день является формировка УФО. За ней идет формировка Веретино и КГБ. Это многолидерная, ну, это Веретино, это однолидерная формировка, но с таким же самым принципом. А КГБ это примерно такой же формат, как и на УФО, где есть куст, много лидеров и нет боковых веток. Все выращивается на одних этих лидерах проводниках. Это самые продуктивные формы, потому что они дают максимум прибыли, максимум урожая, удобства. И в плане востребованности это самые передовые технологии. Вот три, я еще раз повторюсь. Если это, я сейчас говорю о том, что если у нас будет слаборослый подвой, то есть УФО, это УФО, КГБ или Веретино, это те формы, которые должны быть на этом участке. Это самые продуктивные формы, на которых можно оплачивать максимум урожая, минимум труда и максимум удобства и продуктивности. Хорошо, если, допустим, такая форма не подходит по причине того, что мы посадили на семенном подвой, тогда как нам выращивать? Если мы выращиваем на семенном подвой, то тогда нужно нам взять за основу, что с одним лидером формировку на сильнорослом подвой не стоит использовать. Никто в былые времена, раньше использовались, я вот смотрю, сейчас посматриваю, учусь, потому что я учусь постоянно, учусь лично в своем саду, в чужих садах, учусь там, где есть какой-то представитель из университета, там итальянского, допустим, или американского из Вашингтона. Посматриваю, учусь, потому что этот процесс, он не, нет такого понятия, что я все знаю, да. Процесс учебы, он от начала жизни и до конца жизни, он не должен прекращаться, потому что если мы остановились в процессе обучения, мы остановились во всем. Нам нужно развиваться, развиваться до конца наших дней. Это развитие, оно присуще нам и задано самим Творцом. Поэтому в данной теме я учусь и планирую так, по мере своих возможностей, продвигаться дальше. Поэтому скажу так, что в таких местах, где уже давно возделываются продуктивные сады, и раньше не было карликовых подвоев, слаборослых, а люди выращивали на семенном подвое, то естественно, что они все использовали многолидерные формировки. Еще раз повторюсь, на семенорослом подвое не стоит выращивать однолидерную формировку. Никто никогда в университетах не преследовал такую форму, по причине того, что это не продуктивно. Для нас важно, чтобы все лидеры и проводники максимально получали свет. Это фундамент. Свет – это жизнь. Это фундамент для плодоношения. Поэтому все использовали вот такие формировки, перевернутый треугольник, который я изначально сказал. И использовались в разной степени, сколько лидеров там присутствовало. И я смотрю, буквально просматриваю сейчас информацию, университет в Вашингтоне, где у них старые 30-летние сады, черешня там посажена. Вот такие огроменные стволы, они с открытым центром, они называют, это чаша, у них есть с открытым центром, многолидерные формировки в виде треугольника перевернутого. И называется Крутой Лидер. Где более, вот, кстати, я у себя на участке использую такую формировку, Крутой Лидер. Правильно называть, ну, правильнее называть, чаши это в народе называть, чаши там, рюмка и так далее. Это все народные, как бы, представления, но в плане правильного подхода, это лидеры, мультилидеры, многолидерные формировки и так далее. Итак, вот я смотрю, где я видел такие формировки. Это старые древние сады во Франции, грушовые. Вот такие эти стволы, их 4, там, 3, 4, 5, по-разному, где как. И эти стволы сформировались со временем. И на этих стволах размещается, обновляется древесина по этим лидерам. Причем преимущество таких лидеров, что открытый центр и каждая ветвь, это как веретенообразный ствол. Только веретено это миниатюрное дерево, маленькое, где все делается вручную. А это мощный ствол, который может выходить за 3 метра, 3-3,5 метра. То есть, мощный ствол с обновлением древесины. И такие формировки, они были 30 лет актуальны, когда не было таких подвоев карликов. Люди использовали вот такие лидерные формировки, многолидерные. Потому что, еще раз повторюсь, при мощном росте на одном лидере нам не создать продуктивного дерева, на котором будут максимально качественные плоды, из-за недостатка света. А здесь отдельные лидеры стоят, каждый особняком на одном стволе, да, в основании. Один ствол же, все равно получается. И на таких деревьях получали из-за максимум света, максимум продуктивности и урожая. Неудобство таких садов, что там нужны лестницы, это сбор урожая, это обработки, это все неудобно. Поэтому, если мы планируем на семенном подвое, то нужно избирать многолидерные формы. Учиться на ошибках не очень приятно, но нужно смотреть на былые времена, где люди выращивали продуктивные сады, когда не было карликового или свинерослого подвоя. Итак, мы определились с подвоем. Если это сильно рослый подвой, мы многолидерные формы создаем в виде чаш, в нашем понимании, да, крутой лидер, там, с открытым центром и так далее. Это будет более продуктивней, и мы сможем перенаправить, распределить силу роста. Можем даже сделать под 45 градусов. Вот, пожалуйста, берем вот такие углы ниже 45 градусов, не следует закладывать. Почему? Потому что очень быстро теряется продуктивность роста на таких ветвях, которые на 90 градусов. А если они уже уходят вниз, да, вниз за 90 градусов, то об этом уже и речи быть не может. Поэтому оптимальный наклон ветвей, и даже когда мы подвязываем ветви, это тоже будет небольшой лайфхак, когда мы подвязываем ветви на плодоношение, допустим, груша сильного дает большие поросли, или яблони после омоложения, что мы сделаем, мы делаем прореживание, и подвязываем эти ветки не на 90 градусов, не горизонтальными, а под 45 градусов. Это максимальный, оптимальный вариант для того, чтобы ветка была продуктивной. Итак, можно 45 градусов делать в виде чаши с открытым центром. Это будет оптимальный вариант на сено-рослом подвое. И мы работаем на этих лидерах, то ли это будет один лидер, то ли это будет Уфо или КГБ. Мы работаем с этими деревьями на обновление, с трехлетним циклом на обновление древесины, плодовой древесины. Тогда у нас будет плодовая часть обновляться, у нас будут всегда крупные плоды. Не надо ни на макушке, а здесь, с самого низа. И в чем преимущество таких формировок? У нас нет голой древесины. Если у нас есть стволы, где метр лысой древесины, это уже неправильно. Это мы уже куда-то уши не туда. У нас начинаются скелетные ветви, если они начинаются, или это один лидер. Вернее, один лидер. У нас есть штамп, основание ствола. И там не начинается 50-60-70 сантиметров от земли, у нас начинается продуктивная часть. Она вся отсюда и до самого верха у нас должны быть плоды. Только тогда мы сможем, я скажу так, есть три баланса, это уже мой взгляд, мое представление, есть три баланса. Это баланс света, это баланс роста и это баланс плодоношения. Это три баланса, которые дают продуктивное дерево. Если мы сможем манипулировать и управлять ростом и этими балансами на своем участке, со своим деревом, у нас будет всегда хороший урожай. Итак, когда мы уж определились и выбрали, какие формировки, мы закладываем наш участок, с учетом того, что за этим участком нужно будет смотреть. Сразу скажу, допустим, такой вариант, часто приглашают меня, допустим, посмотреть сад. Приедьте, пожалуйста, посмотрите старый сад, остался там от дедушек, бабушек, от родителей, или купили участок, там был старый сад и так далее. Что с ним можно сделать? Память, там еще что-то. Я в основном 99% приезжаю в такие сады, я скажу, сажайте новый сад. Почему? Ну, потому что пальмовые деревья, 6-7 до 10 метров, маленькими их сделать нельзя. У меня есть отдельная тема по обрезке больших деревьев. Я скажу так, я вообще уже в последнее время, несколько лет, отказался полностью, если мне попадается какое-то дерево большое, там клиентов очень много, и по сарафанному радио звонят очень часто. Я спрашиваю, какие у вас деревья, если большие, я даже говорю, я большие деревья, я за них не берусь. Я не хочу тратить время, потому что это дорого, это трудоемко, это невыгодно. В плане того, что мы укорачиваем жизнь дерева. Пусть оно будет большое, можно там делать какой-то, но я не хочу этим заниматься, у меня достаточно работы, чтобы заниматься более по душе, чем заморачиваться, да, и портить дерево. Вот самое главное, портить дерево. Поэтому я сразу скажу, есть у вас заросший сад большой, или пусть он доживает свой срок и получаете, как в начале видео я сказал, что есть категория людей, которым нравится большой сад. Тень, удобно летом, шашлык, гамак, бассейн можно поставить там и так далее. Ну, в общем, все для отдыха. Это, в принципе, вот такой вариант. Если же мы хотим оставить память, ну пусть она так и останется, эта память. Можно там какие-то веточки сухие пообрезать и так далее. Там яблочки попадают, собрали что-то, съели и так далее. Но скажу так, в основном сады старые, они все пораженные некрозами, раком, столбы эти резать трех-четырехметровые, на омолаживание, это пустая третия. Я этим не занимаюсь просто. Я вижу, как дачники, ну, у дачника еще и другая категория есть. Повозиться интересно, посмотрел видео, почитал книжку, там пишет то, сё. И, в общем, хочется, руки чешутся, хочется позаниматься. Это правильно, это хорошо, но я сейчас от другого, у меня тема немножко другая. Поэтому я скажу так, что я не берусь за такие сады и рекомендую людям, выпиливайте эти сады, сажайте новые, продуктивные и сорта. Да, допустим, ну, есть сорта, которые сегодня замечательные, есть агроном, единственный, наверное, агроном, который соответствует этому званию, и это из Украины Моценко. Вот, чем он мне нравится, это новатор, он берет эти все системы и использует у себя на своем участке, у него там, не знаю, сколько гектар, он выращивает и посадочный материал. Ну, он, как, пытается на основе уже этих форм сделать что-то свое. И у него очень хорошо получается, я с удовольствием смотрю этого автора, он мне очень нравится, это мой коллега. И, вот, любо посмотреть, человек с головой и дает хорошую информацию для размышлений, посмотри, уже готовые сливы УФО, черешни УФО, новые сорта. Да, ну, все время не стоит на месте, надо стремиться к лучшему, к совершенному, продуктивному. И люди этим и занимаются. Зачем университеты зарубежные этим занимают? Для того, чтобы получать максимум прибыли, максимум урожая и выйти за конкуренцию. Да, вот, потому что, когда много всего есть, допустим, Валерий Чикалов, уже никто не выращивает такую черешню, почему она уже не перспективна? Уже есть итальянские, французские, там, и так далее, формы селекционные, которые намного превосходят по вкусовым качествам, от растрескивания, там, большая косточка Валерия Чикалова, там, мало мякоти и так далее. Она хорошая черешня, когда нет сравнения, ну, уже все, вперед, все, поросы уже давно ушел вперед. Поэтому нужно быть новатором, нужно смотреть на передовые технологии и получать максимум, максимум во всех отношениях. Ну, что я хочу сказать? Вот, допустим, создаем мы сад, я уже сказал о том, что культуры должны быть разделяться, потому что нужно будет работать с этим садом. Если мы выбрали, еще раз вернусь к синорослой формировке, да, нам нужно вооружиться летней обрезкой, и она будет основной. Без летней обрезки нам не достичь результатов, и мы эти деревья просто не сможем удержать. Самое главное, не дать развитию корневой системы на синорослом подвое за счет обрезки, мы не должны ему дать развиться. Если мы дали развитие корневой системе, выросло дерево, вот как я говорил, за большой сад, да, вернуть его обратно не получится. Оно будет всегда жировать, всегда. И нам нужно будет постоянно резать, резать. Ну, есть другие способы, есть регалийс, есть подрезка корней, есть подрезка штамба, но никто этим заниматься не будет. Поэтому не дать развития корням, это основной принцип. Старые деревья под спил, не морочьте голову, не страдайте, не занимайтесь ерундой, потому что это не принесет вам должного результата. Все стволы толстые, которые вы порежете, даже вот такой толщины, они обречены, особенно на яблони. Это самая слабая культура. Вот, поэтому сажайте новый сад, выбирайте формировку, работайте так, для того, чтобы деревья не уходили, это летние. Да, по поводу еще больших деревьев, ну, самому сложно работать. Эта тема очень актуальна, у меня была целая тема на эту, по этой, как бы, по этому формату больших деревьев. Я скажу так, что большие деревья, они не продуктивны во всех отношениях. Ну да, там много яблок может завязаться. Ну, во-первых, мы их не обработаем, они половину насыпятся. Я вижу, как вот люди таскают ведрами паданку, эту гниль. Я ничего не могу сделать, оплескателем туда не достать, обрезать их, не обрезать. Падают эти яблоки, что-то на сушку, что-то на компот, ну, где-то там и съесть можно, если упало, там ветром снесло. А так, в основном, червивые, гнилые, в парше и так далее, и так далее. То есть, обработать такое дерево невозможно. Без обработок, я сразу скажу, даже не думайте. Это то, что сегодня там пропагандируют люди, которые круто зарабатывают деньги на вешание лапши людям, которые говорят, что они в сад без химии. Ну, это смешно просто, это просто смешно. Можно рационально использовать химию, но без химии нельзя. Ни одно производство растений на данном этапе не выращивается без химии. И самое главное, что они, как бы, хорошо зарабатывают на этом и привлекают людей, потому что, ну, каждый, каждый, да, скажет, вот, сад без химии. Я же тоже хочу в сад без химии, но мне не нужна химия. К сожалению, останутся без плодов, без урожая. И такие деревья просто потом под бензопилу. Самое главное, что сами эти пропагандисты этого движения, да, я так скажу, они сами едят эту химию в большом количестве, потому что покупают овощи, фрукты в магазинах, на рынках, в супермаркетах. Начиная от глифосата, который льется постоянно под корни деревьев, и заканчивая там бананы до 50 обработок, к примеру, так скажу, и все прочие, все цитрусовые, яблоки, груши, черешня, все там массово обрабатывается, все равно люди это покупают. Поэтому не надо себя обманывать и говорить о том, что можно вырастить без химии. Можно рассказать это, да, можно рассказать, что есть сады без химии, но по факту все они сами прекрасно кушают химию, покупая ее где-либо. Поэтому нужно учесть момент, что малогабаритный сад, он позволит вам собственноручно, не прибегая к профессионалам. Дело в том, что большое дерево обрезать очень сложно. Мне, допустим, есть клиенты, у меня постоянные уже старые клиенты, которых я служил уже 10 лет, есть у них большие деревья. Вот я трачу буквально абрикос, я вот летом, осенью, летом, осенью обрезал абрикосы, потратил где-то около 3,5 до 4 часов на одно дерево. Поэтому это я, который имею профессиональный инструмент, опыт огромнейший в этом направлении. То есть я работаю аккумуляторным секатором, для меня это не составляет труда поближать все-таки не зимой, а летом, когда побег еще более мягкий и так далее. Поэтому это очень дорого, это очень непосредственно, если самому это не делать, это не... Многие не способны на такое, потому что тут нужен знание, профессионализм. Вот, и скажу, такие сады, они, если нанимать людей, допустим, профессионалов очень мало в данной теме, это раз, во-вторых, это будет очень дорого, и если делать еще и обработку, это тоже будет дорого. То есть стоит, если посчитать, стоит ли выращивать такой сад, ну, большой, я имею в виду большой, где нужно на одно дерево заправить 10-литровый опрыскиватель, мото-опрыскиватель и сделать обработку, плюс химические препараты, все это дорого, это стоит ли выращивать такой сад, если взять цифры, посчитать, я думаю, что он себя не оправдывает. Итак, тут еще, как бы, такая тема, это время обрезки, время обрезки, я скажу так, что... Ладно, я не буду сейчас затронуть эту тему, это будет отдельно. Итак, какой я хочу подвести итог? Я хочу подвести итог, то, что если мы нацелены, направлены на создание сада своей мечты, а у меня, допустим, мечта это максимум продуктивности от этого сада, максимум урожаев, чтобы он меня радовал, вот, я скажу так, что действительно этим стоит заниматься, почему? Потому что самые вкусные плоды это на своем участке. Я неоднократно пробовал разные, начиная от винограда и заканчивая яблоками и грушами, я скажу так, ну, персики, допустим, слива, а персик это вообще без разговоров, я рву персик, который уже максимально спелый, он течет, я беру, у меня в основном жирные сорта, я беру кожицу, снимаю, она очень легко снимается, ломаю, снимаю кожицу, вынимаю косточку маленькую, ем, он течет, мед, сладкий, ну, не купите вы на рынке такой персик, он же не транспортами, его нельзя везти, сливу я беру, пробую, она мягкая, я беру, она медовая, вкусная, сладкая, ну, на рынку я сколько покупал слив, на рынке пробовал, разных, ну, зарядки, очень редко попадается более-менее что-то хорошее, но в моем понимании вкусно, это то, что растет у вас дома, огурец, помидор, свой перец, своя ежевика, своя малина, это все вкусно, это все ароматно, сладко и полезно, там минимум химии, потому что головой надо подходить к этому, это сад моей мечты, который у меня растет на участке, поэтому нужно переформатироваться сегодня на новый лад, уже нужно оставлять по старинке, все это по старинке, это все уже отошло, это уже то, что я смотрю сегодня, к сожалению, эта тема тоже особая, ну, скажу так, это плачевная ситуация с агрономией в России, она почему-то затормозила при распаде СССР, в 90-х годах она затормозила, и все эти агрономы, которые получают образование, как посмотришь, один другого крашу, я не в плане критики, это печально, это факт, что им нужно, многие так и делают, они переформатируются на зарубежных коллег, учатся там и закладывают интенсивные сады по России, это правильный подход, это правильный подход, нужно учиться у тех, кто уже впереди, а вот это вот то, что показывают многие ведущие, там агрономы, это просто хочется, ну, плакать, не плакать, но без юмора не объяснить, если понимаешь, что он делает, это просто нет слов, поэтому давайте будем учиться у тех людей, которых есть уже на примере, хорошие результаты, которые делятся этими результатами, пожалуйста, можно учиться, можно совершенствовать, можно применять это, и совершенствовать, самое главное, что мы должны взять основу, да, за что я говорю, мы должны взять основу, и дальше развивать эту основу, нам должно быть интересно модернизировать, вот как Маценко правильно говорит, агрономия, садоводство, это модернизация тех приемов, которые уже существуют, дальше, дальше, развиваем, развиваем это, получаем, мы должны наблюдать, так попробую, так, вот он попробовал, уфо с одним кордоном, добавил второй, ага, рослостью, добавил второй кордон, так, так, пробуем, так, модернизация, это залог, продвижение и успеха, ну, вкратце, я еще мог бы говорить, просто у нас люди не терплячьи, сегодня, да, такие вот, на одной ноге, дайте им знания, шоу с плясками, и так далее, нет, ну, я не такая, я просто делюсь информацией, потому что ее нет таких садов, вот у меня сад, это идеальный сад, потому что я таких садов не видел, хотелось бы увидеть, или помочь, у меня, кстати, есть такая возможность, заинтересованность, может быть, кто-то захочет создать сад своей мечты, продуктивный сад, в принципе, я мог бы помочь, на определенных условиях, я мог бы помочь, заложить действительно продуктивный сад, а не создавать лесные массивы на своем участке для дров и для тени, дело в том, что садоводство, это очень интересно, садоводство, это наше исконное бытие, если здраво, и на, посмотрите, духовной составляющей, да, мы вышли из сада, и мы идем в сад, кто умеет уши, и разумеет, недоразумеет, сад это будущее наше, поэтому я призываю всех людей, выращивать, продуктивные сады, на своем участке, выращивать, это интересно, это наша стихия, это наше исконное место пребывания, желаю вам, хороших и продуктивных садов, спасибо, 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 Продолжение следует...